Ну что, дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. У нас в гостях Денис Захаров, создатель авторского лунного календаря, и мы говорим о том, как с помощью лунного календаря выйти на позитивный ход событий. Оказывается, это так интересно и просто, и важно в нашей жизни. Безусловно. И это все можно сделать. Мы ждем звонков, потому что мы можем ответить на вопросы. И так, Денис, каким образом все-таки, допустим, луна и лунный календарь влияют на нашу жизнь в плане здоровья, я не знаю, личной жизни, как можно улучшить свою жизнь, зная лунный календарь? Да, в лунном календаре есть определенные дни, которые помогают легко и ненапряжно справиться с самыми разными жизненными ситуациями. В зависимости от ситуации. Да, если вы хотите расстаться с человеком безболезненно, вам для этого нужен 26-й лунный день. Вы просто дожидаетесь этого дня и выполняете определенные, так сказать, даете знаки жизни, что вы не хотите с этим человеком общаться. Или, например, вам нужно гарантированно что-то начать успешное. То ли открыть компанию, то ли объявить о каком-то событии. Для этого тоже есть, допустим, 20-й луны, как сегодня, например. То есть прямо сегодня тот самый день? День, который закладывает успех. Еще, допустим, 14-й лунный тоже. Успех будет молниеносный, быстрый. И вы можете в этот день, допустим, оставлять деньги в банке, делать вклады. Понимаете, да? То есть это все очень варьируется. Например, есть определенные дни, когда нужно получить точный медицинский анализ. Потому что это важно в некоторых исследованиях. Для этого существует 25-й лунный день, когда данный анализ будет абсолютно точен показывать ваше, так сказать... Отражать состояние организма. А есть дни, которые путают, да? То есть вы там в некоторые дни сдаете те же анализы, и получается совершенно непонятный результат. Это просто проверено годами наблюдений. Об этом пишут все астрологи. Об этом знают даже врачи, которые делают операции по лунному календарю. Да, сейчас очень многие врачи придерживаются лунного календаря. Да, есть специалисты, которые действительно не назначают операции в критические дни. Есть люди, которые этому относятся действительно серьезно. Потому что нельзя откреститься от опыта, который больше 5000 лет наблюдений. Понимаете? Это все не просто так. И сегодня, зная, вот если есть возможность получить эти знания, почему бы ими не воспользоваться? Это вас ни к чему не обязывает. Не надо всем кричать на каждом углу, что я живу по лунному календарю. Это пусть остается с вами, внутри вас. Но вы знаете, вы уже понимаете, что если что-то происходит, какие-то критические ситуации, допустим, в офисе, на работе, допустим, в 15-й лунный день, то вы тихонечко стоите в сторонке и понимаете, что человек получает свое. И вы уже с сознанием этого относитесь к ситуации спокойно. Вы не возвращаетесь домой напряженные, переживаете это еще раз со своими близкими. Ну, то есть не берете это на себя. Ах, какой я несчастный, я не так поступил. Есть, например, еще один очень хороший практический совет. В 29-й лунный день человек получает звонки от людей, которые его разрушают. Например, бывает, это уже проверено на моей личной практике, мне иногда в эти дни звонят люди, с которыми я общаюсь каждый день. Человек 2-3 месяца летит, и вдруг он позвонил именно в этот день. Мне жизнь дает этим знак, что относись внимательно к тому, что предлагает этот человек. Потому что он, его предложения, либо его, так сказать, какие-то слова, они тебя разрушают. Или провоцируют. Или провоцируют. Ты должен внимательно относись к тому. То есть это как некий знак, который действительно работает. И вот 29-й лунный день, это есть такой, как бы, как лакмусовая бумажка. Рентген. Рентген, да. Он показывает вообще, кто тебя разрушает или что тебя разрушает. Потому что нередко что в эти дни предлагают какую-то очень выгодную работу, о которой тебе говорят. Да, вы знаете, у меня такое было. А потом выясняется, что это все вилами на воде писано и не имеет в действительности никакого отношения. Да, то есть очень радужные перспективы. Казалось бы, человек бросает прежнюю работу, бежит на ту. А когда вы знаете, что это предложение, так сказать, в 29-й лунный, в сатанинский день вам пришло, то вы уже относитесь к этому спокойно и начинаете, так сказать, чесать затылок и думать, а может мне уйти с работы поменять шиву на моего? Это искушение, на самом деле, которое нам дается. Это проверки, которые нужно пройти. И это обязательный способ, чтобы мы, как бы выросли духовно, смогли посмотреть на жизнь со всеми другими глазами. Но мы-то смотрим на нее по-человечески. Мы думаем, что вот, ах, судьба злодейка нас, так сказать, пытается как-то... Никто нас ничего не пытается. Жизнь всегда за человека. Другое дело, что мы хотим видеть то, что нас как-то пытаются сделать нам кто-то плохо. Ничего подобного. Нужно нести ответственность за те поступки, которые вы совершаете, за те решения, которые вы принимаете. И только так вы сможете выйти на взаимопонимание, на контракт с жизнью. То есть у вас будет свой договор с жизнью. Жизнь, она разноликая очень, да, и она такая, какая она есть. И нам просто нужно знать ее особенности. И лунный календарь нам подсказывает. Конечно. Вот и все. Быть грамотным человеком в этом смысле. Хорошо. Значит, есть, вот вы говорили, есть тяжелые дни, да, где нужно быть аккуратным, надо об этом знать, не тянуть одеяло на себя, потому что происходят вещи, которые от тебя не зависят, но ты должен о них знать, да, и правильно себя вести. А есть какие-то очень счастливые дни для всех, вот вы сказали, да, что есть? Свадьбы. Да, свадьбы. И для каждого человека, вот допустим. Ой, вы знаете, вот что касается свадеб, это у нас отдельная история, когда я вдруг вижу, что кто-то из моих знакомых рассказывает о том, что у нас... О рождении детей, кстати, тоже, да? Ну, здесь подгадать уже не можно, нужно принимать жизнь, то, что она дает. Сейчас можно даже подгадать. Так вот, что касается свадеб, очень много людей назначают даты вообще вот от фонаря, не задумываясь, какой-то лунный день, что происходит, понимаете? Это так чудовищно, когда я смотрю, что если кто-то из моего круга вдруг назначил свадьбу и даже мне не позвонил, не спросил, я пытаюсь как бы сдержать себя, потому что я не имею права лезть. Я не знаю, во имя чего жить. Да, нужно ли человеку, если он не просит у вас помощи. Поэтому я вот сижу из последних сил, держусь, чтобы не сказать, ребята, что же вы делаете, почему вы женитесь или выходите замуж не в правильный день. Дело в том, что есть прекрасный 12-й лунный день, когда можно скорректировать отношения, которые, так сказать, хочется, чтобы все было хорошо. А есть дни, безусловно, в которые выходить замуж просто противопоказано. Это просто противопоказано, и браки долго не живут. Есть день, который за воздержание от секса можно получить бонус от жизни, например, 23-й лунный, когда не рекомендуется, так сказать, заниматься любовью. И, действительно, если вы это будете, так сказать, соблюдать, то вы просто поймете и увидите, как это работает. То есть, ну, очень интересно. И все-таки, значит, выходить замуж и жениться нужно в 12-й лунный день. Лучше всего. Да, лучше всего. Но есть еще несколько дней, когда тоже все можно скорректировать. Просто это все подбирается же индивидуально. Индивидуально. В том-то и фишка, да, что когда человек обращается... По дню рождения, да? По дню рождения, потому что я смотрю, какой лунный он родился, что решает его проблемы. И здесь происходит как раз очень такая глубинная корректировка для людей, которые действительно хотят разобраться и выйти на позицию. То есть есть общий для всех, но можно еще и подкорректировать, там, зная личную интернему карту. Это даже и нужно делать, потому что общий, да, безусловно, он работает, но не зная каких-то деталей, можно просто говорить, ой, а он не работает. А потому что это личные особенности каждого человека. Понятно. Хорошо. И вот есть ли у каждого человека какой-то личный день в лунном календаре, который будет, ну, просто самый замечательный? Ну, его день рождения. Так, день рождения. Лунный день рождения. И вот та противофаза, про которую я говорил, да, который день, который решает его проблемы. Если он внимательно отнесется к тому, что ему в этот день жизнь показывает, да, то он поймет, что именно решает его проблемы. Как правильно вычислить этот день? Значит, день рождения – это замечательный день? Ну, там нужно отнять 15 дней. Ну, понимаете, тут нужно просто, опять же, чтобы вам хотя бы специалист это сделал. Один раз, и вы уже… Сами потом можно учиться. Потому что вот так вот, слыша это первый раз, очень сложно все это понять, воспринять, и люди обычно, они пугаются. Поэтому мы, когда организовываю лекции, да, мы этому посвящаем там два часа. Мы сидим, разбираем, люди начинают работать с этим и понимают, они включаются. То есть свой счастливый день отнять 15 дней? Ну, нет. Еще раз повторяю, что это да, это вообще. И получится твой день, вот этот 15-й, который показывает тебе какие-то важные события в твоей жизни? Да. Хорошо. У нас есть звонок в студию. Давайте послушаем телевидение. Пожалуйста, говорите, мы вас внимательно слушаем. Алло, добрый день. Добрый день. Я, к сожалению, передачу не сначала смотрел, но как бы сразу с полного слова понял, о чем речь. Сейчас как раз вот полнолуния, как бы, луна пошла на спад. Я вот буквально вот эти две недели чувствовал, что я там вставил 5 утра сил, как бы, много. Теперь у меня просто вопрос. Я так понимаю, все равно передача ограничена объемом информации. У меня есть первый вопрос. Вот как мне профессионал, как мне пользоваться правильно вот этими вещами, о чем вы говорите? Спасибо. Хороший вопрос, я его заготовываю тоже. Спасибо. Как правильно пользоваться этими вещами? Да, как правильно пользоваться календарем? Дорогие друзья, есть эксклюзивный подарок от этой программы. Вы можете найти меня в интернете, мой сайт Денис Захаров. Надо, нужно найти в любом поисковике, цифролог. И первый, кто вам напишет. Да не первый, я всем отвечу с удовольствием. Я бесплатно вам пришлю этот свой лунный календарь. И там есть описание, вы все поймете, вы поймете, как это работает. Можно маркером отметить важные мысли. Некоторые под себя его приспосабливают, рисуют таблички. Это вы можете сделать сами. Там есть календарь очень простой. Есть ссылка на сайт, где показаны лунные дни, чтобы вы могли всегда ориентироваться. Он точный, он проверенный, он рабочий. Потому что в интернете очень масса различных сайтов, которые предлагают эти услуги. И дальше вы просто смотрите, какой день календарный соответствует сегодняшнему лунному дню. Читаете значение этого дня, описание, короткое описание. И вы просто понимаете, что в этот день я не лечу никуда в командировку. В этот день я не открываю компанию. В этот день я подаю, наоборот, документы в суд, например. В этот день я обращаюсь к врачу. Я ознакомлена с вашим календарем. Там все достаточно просто написано. Вы же видели сами. Да, я видела. Поэтому могу посоветовать. Спасибо. Все очень просто и доступно. Хорошо. Итак, как простому человеку, скажем так, каким календарем пользоваться? Вот у вас есть ваш бесплатный календарь. Я думаю, что наши телезрители, посмотрев нашу программу, конечно, там зайдут на сайт, найдут ваш календарь. Но огромное количество самых разных лунных календарей продается. Друзья мои, как множество существует религиозных течений, как множество существует различных школ, так и вы можете попробовать то, что близко вам лично. Если вы, прочитав мой календарь, понимаете, что для вас это то, что нужно, то ради бога, пользуйтесь. Я не скрываю никаких сведений, тайных, ничего. Я, наоборот, этот календарь всем бесплатно дарю и готов его, так сказать, прислать по электронной почте. Вы, когда откроете, вам все будет, станет ясно. Если вам нравятся другие авторы, если у вас все совпадает с их графиками, пожалуйста, это все личное дело человека, который как-то пытается найти себя. Это уже хорошо, что вы хотя бы что-то ищете, потому что если вы не попробовав, вы не можете понять, подходит мне это или нет. И, естественно, тем, кто всегда ищет, жизнь всегда помогает. Хорошо. Простите, Денис, вот если человек родился 9 декабря 1984 года, да, вот, допустим, утром, можно сказать, что это вот за... Это мне нужно сейчас зайти на другой сайт. То есть вы сейчас не можете сказать. Нет, ну это, понимаете, это нужно заходить на сайт, смотреть специальный день, во сколько он родился, ну, просто мы сейчас в эфире не будем. Хорошо, ладно. Значит, тогда вот мы говорили, да, о ярком дне, о самом ярком дне и дне, которые показывают какую-то особенность нашей жизни. Какие еще дни вот значимы в нашей жизни? Допустим, вот вы говорили о свадьбе или замужестве. А если день, когда ты встретил какого-то человека, день знакомства? Да, он тоже, день знакомства тоже показывает, к чему приведет то или иное знакомство. Если вы, допустим, познакомились с человеком в пятой лунной, то дело все закончится очень плачевно, печально. Ну как печально, то есть разрыв будет болезненный для... А если человек понравился, вот что делать? Знаете, всегда вот... Значит, вы должны пройти этот опыт. Никто не говорит, что вы теперь все. Все, если вы в пятой лунной познакомились, все, я к нему не подхожу. Нет, друзья мои, это не значит, что нужно избегать каких-то вещей, которые жизнь вам просит вас пройти. Не нужно убегать от этого опыта. Мы сюда пришли, чтобы получать этот опыт. Поэтому если уже вы знаете, что вы познакомились в неблагоприятный день, вышли замуж в неблагоприятный день, у вас, так сказать, постоянно дома скандалы, интриги, расследования, да, то, соответственно, чтобы все разрулить, нужен щелчок в голове. Этот щелчок произойдет только после того, когда вы поймете, во имя чего вам жизнь дала именно этого человека. Почему вот эти вот, как вы их называете, мучения, во имя чего вы это терпите? Чтобы что вы поняли. Да, чтобы понять, что ли. Да, вы знаете, очень много женщин обращаются, которые говорят, у меня не первый брак. Потому что в первом не отработано понимание, для чего был партнер. И дают второго, третьего и последующих, для того, чтобы вы разобрались наконец, что вы не понимаете в отношениях. Чего вы ждете от отношений? Потому что мы же все потребители. Нам, ну, по большому счету, кому-то что-то одно, кому-то что-то другое. Но в любом случае мы все что-то хотим от партнера. Мы не принимаем партнера таким, какой он есть, и из-за этого все происходят конфликты. Так вот, прежде чем заключать брак, прежде чем какие-то важные действия организовывать и, так сказать, в своей жизни, поймите для начала, не является ли это тот день по Луне каким-то критическим, специфическим. Потому что, понимаете, это все ваш личный опыт. И чаще всего он людям не нравится. Хорошо. Тогда такой вопрос направился. А можно ли скорректировать что-то по Луне? Вот, допустим, ну, там, девушка или мужчина, там, молодой человек, встретили друг друга не в тот день, поженились не в тот день. Да просто откройте анкету в 20-й Луне, сегодня, например. Если у вас, так сказать, нет еще анкеты на какой-нибудь электронном сайте, да, интернет, откройте сегодня анкету. Прекрасный день для начинания. Тут, понимаете, тут нужно конкретно человеку понимать вообще, во имя чего он это делает. Он это делает просто для того, чтобы найти вторую половину, либо чтобы просто познакомиться. То есть ему все равно с кем. Тут важна мотивация. И здесь нужно действительно нести ответственность за все, что вы делаете. И тогда у вас просто... У вас лунный календарь, он начнет вас не то что дисциплинировать. Вы вдруг начнете понимать, что вы осознаете, что вы делаете. Мы же живем все в бессознательном состоянии, да. Денис, вы пишете о том, что для того, чтобы начать чувствовать какие-то изменения в жизни, нужно три месяца прожить вот по этому лунному календарю. Так ведь, да? Почему именно три месяца? Что происходит? Почему не два, не четыре? Ну, три это закон эзотерики такой, да. То есть если было два, будет и три. Так вот, чтобы закрепить, да, поэтому закон трех, он троится отсюда, понимаете? То есть это все взаимозвязано, поэтому три месяца дается человеку для такого переходного этапа, чтобы уже понять, что это работает, и потом вы просто будете это делать, следовать этому календарю, не задумываясь. Что значит вообще следовать лунному календарю? Как ему надо следовать? Насколько строго надо выполнять то, что там предписано? Вот меня всегда это, знаете, тормозило перед многими лунными календарями, когда мне говорили многие мои знакомые, что они живут по лунному календарю. Ну, я говорила, фи, как это ужасно, и это легкомысленно вообще. Вот, и когда я просто ради интереса просматривала эти лунные календарей, ну, мне было неинтересно, скажем так. Вот, тут очень важно. Может быть, какое-то, я не знаю, дело вкуса, или каждому свое, когда мы говорим. Дело в том, что, когда вы только начнете жить по луне, вам захочется через какое-то время обмануть жизнь. Вот будет в календаре написано, что сегодня лучше не отправляться ни в какие путешествия. А у вас... То есть проверить захочется. Да, а вам, как назло, там, знаете, путевку любимую подарил, например, или там еще что-то. И вы думаете, ну, может, как-нибудь вот... Проскочу. Проскочу. И вы вот начинаете вот так вот, у вас постоянно такие сомнения, да. А может, я заиграю в жизни? Ну, попробуйте, попробуйте. Посмотрите. Для этого и нужно эти три месяца, чтобы вы поняли, да, что жизнь не дура. Да. Обмануть ее человеку не удастся. Уже сколько раз пытались, невозможно. Просто тут не то, чтобы строго, а тут просто нужно понять, чем занимается Вселенная в этот день. Если вы понимаете, вы включаете опять сознание и осознаете, что не надо в этот день, ну, лучше пересидеть. И вы видите, что, понимаете, вот, возвращаясь к каталинским дням, да, 9, 15, 29 лунный, это самые максимально опасные дни, когда случается большее количество катастроф. Вот все катастрофы, начиная от ребят, которые погибли, футбольная команда, хоккейная команда, да, в самолете, заканчивая, ну, катастрофами, которые там приходились на весь 20 век, понимаете, это все статистика. Это не придумано, не взято с потолка. Это действительно, эти дни, они самые критические, потому что люди не отвечают за свои поступки, на них что-то находят, они нажимают не на те педали, не путают и так далее. То слово, которое вы не любите, энергетика. Да, 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 и, соответственно, они на это подвержены вот этим негативным воздействием Луны, и каждый получает то воздействие, которого заслуживает. Соответственно, ну... Ну, возможно, на многие, вернее, кто-то может возразить, что кто-то все равно в эти дни ездит, и ничего не происходит, да, то есть, да, слава богу, конечно. Ну, да, безусловно, если уж, так сказать... Если бы вся наша жизнь, не знаю, вся планета жила по лунному календарю, тогда да, но ведь... Людей отправляют в командировки без учета лунного календаря, и попробуй откажись, правда же? Да, если вот такие ситуации... Нет, у меня, знаете, у меня очень много друзей, которые действительно отказывались от... Они понимали, что... И так и происходило. На самом деле, у меня вот есть приятель, который... Фирма его посылала в 29-й лунный день, аж там за границу, да, нужен был долгий авиаперелет. И самолет... Он отказался, и самолет не мог сесть. В течение, там, пяти часов пытались, так сказать, что-то... Там не выпускалось шасси, потом поднялся сильный ветер. То есть, он мне все это рассказывал, говорит, слава богу, я не полетел. Ему удалось убедить руководство... Он, конечно, не говорил, что я не полетел в 29-й лунный. Он этого не говорил, но он как-то договорился с руководством, которое, ну, дату передвинули. И он был очень благодарен за это, потому что он вот на этом примере, ему жизнь показала. Вот, есть информация, пользуйся. Ведь в Европе нет домов, где есть 13-я квартира, например, да? То есть нет квартиры номер 13. Ну, в Америке нет лифта. Да, лифта, в лифте нет. Да, есть 12-я, 11-я, 14-я. Я все это называю абсолютно, так сказать, кто во что верит, то и случится. Поэтому это такие все... То есть это уже суеверие. Суеверие, которое, да. А мы с вами говорим о точных практически вещах, которые уже узаконены историей и наукой астрологии вообще... Тысячелетиями, да, наблюдениями. Ну что ж, нас несколько минут до окончания программы, Денис, подводим итоги. Итак, что мы, скажем так, загрепим для наших телезрителей, какие позиции? На что нужно обратить особое внимание? Нужно просто на самом деле попробовать для начала понять, что это такое. Немножко посвятить этому час времени, чтобы изучить, прочитать. И если вы действительно хотите начать выходить на позитивный ход событий, то сделайте небольшое исследование в интернете, найдите меня, мой сайт, меня зовут Денис Захаров, поцифролог. Если просто наберете цифрологию, вам тоже выдаст информацию. Если напишите, то Денис пришлет вам бесплатный календарь. Да, я вам пришлю бесплатный календарь по электронной почте, естественно. И вы все прочитаете, посмотрите, и если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Скажем так, можно ли при помощи лунного календаря прямо кардинально изменить свою жизнь к лучшему? Потому что каждый из нас ищет такую универсальную таблетку счастья, и все пробуют. А что поможет? Друзья мои, сначала, опять же, когда вы вдруг поймете, во имя чего все происходит, вы начнете тогда включаться в этот процесс. Безусловно, конечно, лучше сначала понять, что происходит, получить консультацию. Получить консультацию и разобраться в дате рождения тех людей, которых вам жизнь дает. И уже дальше вы сами начинаете выходить на этот позитивный ход событий, когда следуете тому календарю, который я предлагаю. То есть нужно просто начать отмечать какие-то события в своей жизни? Лучше записывать. Мы очень много теряем и не помним о чем-то. Вообще, дневник – это такая вещь очень полезная. Если вы хотя бы начнете отмечать какие-то важные события, что вас удивило в конце дня, то есть вы садитесь в конце дня и пишете, «Сегодня я видел то-то, это меня действительно удивило, еще что-то случилось или ничего не случилось». Вот эти маленькие заметки, вы потом всегда можете к ним вернуться и проверить действенность того, что вы прочитали в календаре, и то, что вам жизнь показывала. Это очень важно. И я веду тоже такой дневник, это полезно, потому что память, она такая вещь хрупкая. Избирательная. Да, избирательная. И мы часто не помним очевидных вещей, которые... И память тем более еще меняет все. Нам кажется, что это было вчера, а это было 10 дней назад, понимаете. Тут лучше, конечно, вот эту практику дневниковую все-таки вести. Это 5 минут займет времени, реально. Мне кажется, опять подводя итог нашей программы, кажется, что лунный календарь, он дает возможность нам более внимательно посмотреть на свою жизнь, обращать внимание на какие-то вещи, на которые мы раньше не обращали, и систематизировать, конечно, и читать вот те самые знаки, о которых вы говорите. Совершенно верно. Мы начинаем видеть знаки. Благодаря лунному календарю мы начинаем вдруг обращать внимание на то, мимо чего раньше проходили. Понимаете, это на самом деле удивительная вещь, и вам от этого будет радостно. Я вот вам это гарантирую, потому что, когда вы понимаете, что жизнь вас ведет, и вы с ней выходите на партнерство, когда вы понимаете, что все то, что она предлагает, это самое лучшее, что может быть на свете... Спасибо. Спасибо огромное, Денис. Я думаю, что это замечательно. Что ж, будем жить по лунному календарю, дорогие друзья. Помните об этом, потому что это систематизирует жизнь и действительно делает ее лучшее. Еще помните о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны. Ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и обязательно будьте счастливы.